Безударные окончания глагола Остается определить, к какому спряжению относится глагол. И здесь нам поможет инфинитив, то есть неопределенная форма. Ко второму спряжению относятся все глаголы, которые оканчиваются в инфинитиве на «ить». Например, «строить», «клеить». Кроме двух «брить» и «стелить» относятся к первому спряжению. Ко второму спряжению относятся также четыре глагола на «ать» «гнать», «держать», «дышать», «слышать» и семь глаголов на «едь» «смотреть», «видеть», «ненавидеть», «зависеть», «терпеть», «обидеть», «вертеть». Глаголы второго спряжения имеют в безударном личном окончании гласную «и», а в форме третьего лица множественного числа у них пишется окончание «отъят». К первому спряжению относятся вышеназванные глаголы «брить» и «стелить», а также все остальные глаголы, которые оканчиваются не на «ить», а на другое сочетание букв, кроме одиннадцати глаголов-исключения, о которых уже говорили. Глаголы первого спряжения имеют в безударных окончаниях гласную «е», а в форме третьего лица множественного числа окончание «утъют». Проспрягаем глаголы. Возьмем глагол «бороться». Он оканчивается на «оть», значит, это глагол первого спряжения. «Я борюсь», окончание «ю», «мы боремся», окончание «ем». «Ты борешься», «вы боретесь», окончание «ете». «Он борется», окончание «ет», «они борются». Возьмем другой глагол. Глагол «приклеить». Глагол оканчивается на «ить», значит, это глагол второго спряжения. «Я приклею», «мы приклеим». «Ты приклеишь», «вы приклеите». «Он приклеит», «они приклеят». Теперь давайте вспомним правописание гласной перед суффиксом «л» в глаголах прошедшего времени. И здесь нам снова поможет инфинитив, потому что в глаголах прошедшего времени перед суффиксом «л» пишется та же гласная, что и в инфинитиве перед «ти». «Увидели». Ставим глагол в инфинитив «увидеть». Мы знаем, что пишется гласная «е» перед «ти», значит, и перед суффиксом «л» в глаголе прошедшего времени пишется также гласная «е». «Приклеили», ставим в инфинитив «приклеить». Знаем, что пишется гласная «и», значит, и в форме прошедшего времени перед суффиксом «л» мы напишем гласную «и». «Надеялись» ставим в инфинитив «надеется». Видим, что пишется гласная «я» перед «ти», значит, и в форме прошедшего времени мы тоже должны будем написать гласную «я» перед суффиксом «л». Несколько слов нужно сказать о глаголах, которые имеют приставку «вы». Эта приставка ударная, она на себя притягивает ударение. Но глаголы, имеющие эту приставку, относятся к тому же спряжению, что и бесприставочные глаголы. Посмотрите, «вы» летит, приставка «вы» ударная, окончание «ид» летит, окончание «ид» и окончание в этом случае ударное. То есть, когда мы отбрасываем приставку, у нас ударение перемещается на окончание или на суффикс в форме прошедшего времени. Поэтому для того, чтобы правильно написать гласную в глаголе с ударной приставкой «вы», приставку стоит отбросить. Посмотрим на примеры. Когда же он выспится? Приставка «вы» выспится, убираемая, и остается спит, значит, пишется гласное «и». Он хорошо выглядел. Приставка «вы» ударная, отбрасываем ее, остается глядел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...